Раз мне не суждено быть с ней, откуда же у меня это чувство? Не важно, что вы чувствуете. Важно то, что написано в плане. Александр Виш. Личность. Книга первая. Душа на завтрак или неприятности приходят по пятницам? Глава пятая. Действия вируса. Особенности и принципы действия вируса. Система вируса Лич базируется на принципах, которые искривляют время, искривляют все параметры построения трехмерного пространства и очень серьезно усложняют вашу жизнь. Проявление этих принципов вы наблюдаете каждый день, но не догадываетесь о том, что этого не должно быть, что все это навязано вам искусственно, принадлежит системе вируса. И что все эти принципы направлены на получение питания душевной болью. Проявите внимательность и вы легко убедитесь в этом. Знание о существовании вирусных принципов и то, как они проявляются – одно из основных. Это то, что нужно обязательно усвоить, помнить и видеть эти принципы в происходящих вокруг вас событиях. Подвергнув мутации ваши скафандры, вирус внедрил их в ваше сознание, как что-то объективно существующее. И теперь вы сами являетесь источниками этих принципов. Вы живете с искривленным пониманием вашего существования, но на самом деле это большой обман, подмена и внедрены эти принципы совершенно искусственно. И сейчас, Алекс, я расскажу тебе о них. Итак, первый принцип – принцип будущего. Возникновение энергетического напряжения путем создания контраста. Начну с одного из самых коварных и наиболее часто встречаемых вами принципов вируса – принципа будущего. Не оставив практически ничего доброго в настоящем, лич, используя особенность человеческого скафандра, изначально заложенную в него создателем, его стремление верить, внедрил в сознание человека принцип будущего. Проще говоря, отодвинул это доброе на потом, поселив в вас мнение о том, что в будущем будет лучше. Данный принцип создает энергию напряжения от ожиданий, которое легко превращается в питание для вируса. На самом деле, в сценарии лич нет никакого лучшего, светлого будущего, а лишь одни надежды и обещания из уст элит, которые, возможно, и верят в то, что говорят, но не понимают, кто на самом деле решает, как будет. Проходит время, и ничего не меняется, и ваша жизнь, и жизнь ваших детей все так же наполнена проблемами. По сути, этот принцип есть механизм появления напряжения от ожидания будущего. Его действие приводит как к разрушению надежд отдельного человека, так и к возникновению на этой почве глобальных событий революционного характера. И то, и другое является источником питания вируса. Вам нужно понять и принять то, что принцип этот внедрен искусственно, и не создателем, а системой вируса. Система! Сложнейший механизм! Не приняв, вы не сможете найти выход, а будете постоянно, но абсолютно безрезультатно создавать напрасные надежды. Тоже искусственное понятие, но об этом позже. Немного отвлекусь, чтобы объяснить тебе, на чем держится принцип будущего, в чем причина возникновения напряжения и что дает толчок к появлению этого напряжения. Объяснение всему этому – абсолютная несовместимость вашего истинного предназначения с тяжелой негативной энергией вируса. Как уже было сказано, вы запрограммированы на созидание, а в соединении с условиями вирусной системы, где все направлено в противоположную сторону, позже дам обоснование этому, возникает контраст. Этот контраст и порождает энергетическое напряжение. Чуть ранее я рассказывал о ситуации, когда человек на что-то надеется, но в итоге ничего не получает, и все его надежды рушатся. Такая ситуация – есть один из примеров того, как в вашей жизни проявляется этот контраст. Лич работает на нем. Зная о ваших желаниях, дав вам надежду на их осуществление, оттягивает момент получения желаемого, отчего возникает напряжение от ожидания, но затем, словно контрастным душем, бьет по вам, все отнимая. Происходит это не сразу. Сначала вам дается время накопить эмоции, энергию от ожидания. Образно говоря, вирус дает настояться надежде, чем и достигается контраст, приводящий к появлению душевной боли в момент удара надежд, а не сбыточность. И чем сильнее этот контраст, тем объемнее и сытнее обед получает Лич. В вашей системе существует много искусственных целей, к которым вас убедили стремиться, чтобы вы по пути к ним вырабатывали необходимую для жизни вируса энергию. Вы созданы с наличием в вас функции стремления к лучшему, доброму, с наличием вектора на созидание. Именно поэтому, как бы вам не было тяжело, вы всегда находите силы верить в это лучшее и двигаться навстречу своим желаниям, наполняя себя надеждой. И вирус использует эту вашу особенность для получения в итоге своего питания. Лич не уничтожил доброе только для того, чтобы оно стало противовесом его действиям и возник механизм накопления негативной энергии. Пиявки, как ни парадоксально, необходим ваш позитивный вектор, потому что это условия для возникновения контраста, что позволяет сделать питание более насыщенным, а использование душ более длительным. Если бы все состояло только из негатива, то уже давно души были бы истощены и погибли. Образно говоря, съедены вирусом. Но ему необходима вся энергия и не только та, что находится в вас, в душах. Душа имеет свойство восстанавливаться за счет положительных эмоций и всего, что связано с созиданием. Это наполняет ее энергией извне. Лич периодически позволяет душе это сделать, но восстановиться полностью она не успевает, так как период ее восстановления намного длиннее, чем период от одного приема пищевируса до другого. Лич нетерпелив, и поэтому вы, души, с каждым таким обедом, несмотря на периодический отдых и частичное восстановление, становитесь энергетически все слабее и слабее, постепенно меняясь и структурно, что в конце концов приводит вас к неминуемой гибели. Все, что вас окружает, и вы сами – продукт создателя, а значит, все наполнено энергией созидания. Вирус же, облепив конструкцию земной жизни, используя это, чинит препятствия, создавая тем самым контраст и собирает урожай. Изменив и скривив сценарий, Лич оставил нетронутыми многие части общей конструкции. Действуя как паразит, каковым он и является, вирус проник во все, что связано с вашим существованием. Изменив его смысл и предназначение, иногда и вовсе на противоположное. И первым, на что обрушился Лич, был скафандр, его мозг. Как я уже говорил, произошло изменение скафандра на генетическом уровне. Было искривлено самое главное – предназначение тела. Тело в истинном предназначении – это просто оболочка для души, служащая источником получения ею новых ощущений. А все его действия в изначальном сценарии прописаны только на созидание. Изменившись, скафандр стал обладать новыми, нехарактерными для него свойствами. В мозге поселились агрессия, зависть, ненависть, злость, хитрость и, пожалуй, самая тяжелая – гордыня. Но при всем при этом, стремление к созиданию и другие положительные качества программы были оставлены вирусом нетронутыми для возможности создания напряжения. Произошло перепрограммирование внутри скафандра таким образом, что, проникнув в тело, сущность уже имеет все рычаги управления человеческим сознанием в нужном ей направлении. Простой пример. Возьмем обычный молоток. Каково его предназначение? С его помощью можно построить дом. Этот предмет создан для созидания, в помощь человеку. Но после изменения человеческого сознания, он приобрел еще одну особенность. Он стал предметом опасным и можно убить. Так и тело. Силы ему даны для созидания чего-то, для преодоления физических нагрузок при движении, но не более. Вирус переподключил гены, и сила тела стала использоваться в других целях. В целях разрушения, проявления агрессивных действий, возникновения негативных мыслей, для воспроизведения тяжелой энергии. Понять, что все это не свойственно телу, очень просто. Посмотрите со стороны. Если мы, человек физически слаб по отношению к окружающему его, словно не приспособлен к земным условиям, в отличии, к примеру, от животных. И человек всегда был таким и до переезда на землю. Об этом позже. Если не брать во внимание этот факт, то тело, по логике, не может быть источником насилия. Кожа, внутренние органы настолько беззащитны, что любое изменение погоды, климата, не говоря уже о каких-то физических воздействиях на тело, могут нанести вред и попросту убить его. Если бы создатель затеял что-то силовое, агрессивное, то люди бы не были созданы такими неприспособленными к окружающим условиям. Их тела были бы сделаны из более прочных материалов. Логично? Нет смысла создавать хрустальную вазу для забивания ею гвоздей. В результате действия вируса ЛИЧ, искривления общей конструкции произошли в основном на программном и информационном уровне. А некоторые ее элементы ЛИЧ и вовсе оставил нетронутыми. И это автоматически стало работать уже в интересах вируса, создавая и увеличивая контраст. Например, вирус оставил нетронутой одну из основных программ, охранную систему человека, ангелов-хранителей. Подменив сценарий, при этом он полностью сохранил их функции. Мы должны контролировать целый мир, но ресурсов маловато, чтобы следить за каждым постоянно. Вы что, ангел? Нас взвали и так, но мы скорее смотрители, которые живут намного дольше людей. Таким образом, действия охранной системы остались теми же, а смысл стал уже совершенно иным. Не только защитить скафандр от проблем, повреждений или преждевременной случайной смерти, что и является основной задачей этой программы, но еще и обеспечить надежное заточение души в скафандре на время нахождения в этой фабрике питания душевной болью. Мы в курсе, когда вы уклоняетесь от плана. Если мы достаточно близко, то всегда такое чувствуем. Наша задача удержать вас в рамках плана. Это все, что нам позволено. Для создания контраста вирусом используется одно из самых главных свойств души – стремление к спокойствию. Не давая покоя телу, обеспечивая ему постоянную суету, лич тем самым создает контраст между стремлением души и стремлением скафандра, обманутого ложными целями и ценностями. В результате чего вирус через действие скафандра держит в постоянном напряжении душу, вас, питаясь энергией напряжения, истощая ее. Чем больше вы будете стремиться к спокойствию, тем сильнее будет срабатывать на вас давление вируса. Но обладая истинными знаниями, вы сможете убрать эту зависимость. Обобщая, повторю принцип будущего – это пустые обещания, и держится он на накоплении вами энергии и напряжения от ожидания, источником возникновения которого является контраст между вашим истинным предназначением, вашим запрограммированным вектором на созидание, на добро, на желание спокойной жизни и условиями и условностями вирусной системы, вирусного сценария. Второй принцип – принцип обмена, отражение. Это следующий, второй принцип действия вируса, который не просто действует, но еще внедрен в ваше сознание, как явление, якобы имеющее отношение к Создателю. Для полного и правильного понимания этого принципа необходимы знания, которых пока у тебя нет, но все же несколько слов о нем для общего представления сказать стоит. Лич не даст человеку возможности быть полностью счастливым, и вы часто наблюдаете, как кто-то, обладая материальным благополучием, страдает от проблем со своим здоровьем или здоровьем своих родственников. Это и есть принцип обмена. Все ваши желания осуществляются только в обмен на что-то, так как большинство из этих желаний связаны с искривленной вирусной системой. Искривление вирусом энергетических потоков привело к появлению такой пружины противодействия. Наблюдение вами этой особенности при отсутствии у вас истинных знаний сформировало в вас ошибочный вывод. Вы перепутали взаимосвязь, а именно то, в какой последовательности работает этот принцип. А работает он так. Сначала пряник, потом жертва, и никак иначе. То есть сначала вы чего-то желаете, но получив желаемое, пряник, возможно не одновременно с этим вы получаете еще словно бонусом какую-то проблему, жертву. Но вы все поняли наоборот, что нужны жертвы, а за ним вы якобы можете получить что-то хорошее. Ты будешь сидеть на железном троне, но сначала нужно принести жертвы. Этого требует повелитель света. Большая ошибка, так думать. Вы не поняли самого главного, того, что вас просто никогда не оставят в покое, используя любые ваши желания, чтобы подкрепиться вашей энергией. Это неправильное понимание и подтолкнуло вас еще к одному варианту питания вируса, к жертвоприношениям. И произошло это очень давно, не в этом и даже не в предыдущем цикле. Поверь, в этом варианте, сначала жертва, а потом вознаграждение, принцип обмена не срабатывает. Запомни это. Она хочет убить его? Принести в жертву. Простите, я не ученый человек, но разве между убийством и жертвой есть разница? Жертвоприношениями вы просто кормите вирус и записываете себя в нарушители. В тех, кто нарушает и скривляет энергетические потоки. И это не имеет механизма влияния на улучшение вашей жизни. То есть, жертвоприношение никак не связано с получением чего-то хорошего в ответ. Одно исправляется, но ухудшается что-то другое. И вы не понимаете, что происходит на самом деле. Проявив внимательность, вы увидите, что меняется направление, источник питания вами. Совершая жертвоприношения, вы никак не избежите неприятностей. Чиним их вечно голодными сущностями. Именно им постоянно требуются ваши жертвы, а не создателю, как думают многие из вас. Богу жертвы не нужны. Он создал этот мир для себя. Это его собственность. Его идея – это он сам. О каких тогда жертвах может идти речь? Бог есть созидание, а жертвоприношение есть разрушение. Пренахтящий свет. Но знай, твое слово мне предали веру в святое обещание вечного блаженства. А он верит в вечное блаженство. Вас сменят другие верующие. Как и всегда, смысл вашей жизни – страдать во имя Богу. Никакой связи между позитивными и негативными событиями в вашей жизни нет, но стоит вам что-то попросить, наделить свое желание энергией, то в ваших условиях сразу срабатывает принцип обмена. Принцип обмена – это переключение одного источника питания на другой, а не предоставление блага взамен вашей жертвой. Более подробно о тонкостях принципа обмена, тонкостях того, как правильно желать, а также о том, что такое жертвоприношение, расскажу позднее. Сейчас важно, чтобы ты запомнил основное, какие принципы, проявляющиеся в вашей жизни, относятся к вирусу Лич. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok